Отправиться в гастрономическое путешествие приглашает жителей Магнитогорска ярмарка в гостином дворе. Покупателям предлагают продукты, произведенные в частных фермерских хозяйствах Адыгеи Краснодарского края. Продавцы ручаются за качество своих колбас, сыров, приправ, чая и сладостей. Оценить вкус товара перед покупкой позволит бесплатная дегустация. Уже при входе на ярмарку вкусов покупателей буквально сбивает с ног запах спиц и приправ. Столь ароматных и натуральных смесей не найдешь в магазинах города. Только здесь на ярмарке можно приобрести настоящий краснодарский чай. Пить его лучше всего с медом каштана или уникальным вареньем из сосновых шишек, еловых веток, либо грецкого ореха. Варенья из грецкого ореха у вас нет, у вас сам грецкий орех не растет. Поэтому у нас делают это очень уникально, это очень большой процесс, занимает около полутора месяцев. Варят, настаивают, опять варят. Вот в нем очень много йода. Особенность товаров ярмарки в гостином дворе в том, что все они произведены в частных хозяйствах Краснодарского края и Адыгее по старинным семейным рецептам. Фермеры старались как для себя. Местные деликатесы и сыровяленые колбасы вареновались в гранатовом соке и молодом вине. При производстве сыров использовалось только цельное молоко. Коровье, козье, овечье и буйволиное. Вот сыр называется у нас пастух. Изначально почему он такое название получил? Пастухи, когда ходили в горы, пасли в свое стадо, они вешали на пояс и за счет этого получалась вот такая форма. Мы оставили старую национальную форму сыра, но единственное у нас он не сушеный, как у них, а копченый. Копченые, с плесенью, молодые и полутвердые. Только на этой ярмарке можно найти сыры, выдержка которых составляет от полутора до шести лет. Забыть их вкус невозможно. Так же, как невозможно пройти мимо копченой рыбы. Горбуша, осетр, морской оконь, белорыбеца и сельдь прибыли с Камчатки. Икра чавычи. Она считается самой полезной, самой насыщенной. В ней два компонента микроэлементов больше, чем в любой другой рыбке лососевой. От количества лакомств разбегутся глаза у сладкоежек. Только халвы и рахат лукума здесь почти 30 видов. Орехи и сухофрукты отличаются свежестью. Мы купили перец черной горошком, всегда покупаем. Хмели-сунели купили. Гранат очень понравился в чистом виде для салата. Купил аджику у них. Просто понравилось. Когда-то отдыхал в Адвере, брал там. Ну а здесь встретил их, ну и решил еще взять. Надолго хватает, очень вкусно. Я вообще очень люблю чай. Я им увлекаюсь, гостей угощаю разными. А этого продавца я уже когда-то видела. И к нему пришла целенаправленно, чтобы он мог пить. Производители ярмарки уверены в качестве своего товара. Любую продукцию можно продегустировать и только потом принимать решение о ее покупке. Оценить незабываемый вкус натуральных продуктов можно на ярмарке в гостином дворе. Она расположена на первом этаже. Вход со стороны проспекта Ленина. Елена Тимофеева, Виктор Исаев, телекомпания ТВИН.